Недавно в блоге Алексея Пероварова Редакция вышел трехсерийный фильм О белой эмиграции в Европу И вдохновил меня именно на это самое видео Которое я сейчас делаю для вас Я думал об этом последние два года Но все никак не мог собраться Именно на это кладбище И к этому монастырю Где я был впервые пять лет назад И сделал большой пост в фейсбуке Потому что был сильно вдохновлен Теми, кто здесь похоронен Монастырь и кладбище Новодивеева Новодивеевский монастырь Примерно в 60 километрах От города Нью-Йорка На север штата Через штат Нью-Джерси И здесь похоронено около 8 тысяч человек Все они так или иначе связаны с Россией В большинстве своем там и родились Но позже с наступлением гражданской войны Эмигрировали в Европу и в США Это самое большое русское кладбище в США За моей сменой главный храм этого монастыря Женского монастыря и прилегающего к нему кладбище Когда же все было основано Это произошло в 1949 году Протопресвитером Адрианом Римаренко Позднее его возвели в Сан-Ирхи Архиепископа Роконского Это тот самый округ, где я сейчас и нахожусь В США Адриан, кстати, последний ученик оптинских старцев Переехал из немецкого Штутгарта В западную Германию Протопресвитера бежал из Берлина Весной 1945 года После занятия города советскими войсками Свецового отца были причины скрываться Что же произошло? Дело в том, что он проживал на Украине И службы вел в Киеве Но советские власти его поддерживали Как изводится, не лихо Когда же Киев и вся Украина Были оккупированы немецкими властями Он, этот самый святой отец Получил всю свободу вести веродость Вести службы в церквях Более того, он даже получал какое-то вдохновение Ну, не вдохновение, это сказано неправильно Он на его, поощряли его деятельность Сами немецкие оккупационные властька Потому что он не только вел службы в свободном церквях Но и занимался какой-то вот такой Просредительской деятельностью Явно направленной против советских властей Но уже через два года Осенью 43-го накануне наступления Красной Армии На украинскую столицу Святой отец бежал в Берлин Там он не просто продолжил свое служение Но даже возглавил один из кафедральных соборов А его прихожанами стали угнанные в Германию рабочие Белые мигранты и другие коллаборационисты Так продолжалось вплоть до советских бомбежек Берлина После чего Андриан, опасаясь неминуемого ареста И, скорее всего, расстрела как изменника родины Переехал в Штутгарт Занимаемый в то время союзническими войсками И, в первую очередь, англичанами С такой судьбой Андриан Рымаренко Не мог не покровительствовать таким же, как он Бежавшим от большевиков Или даже боровшимся с ними Так на территории монастыря Настоятель и основал кладбище Которое со временем стало крупнейшим Русским православным в США Самое удивительное, что центральное место этого кладбища Памятник Памятник, установленный не погибшему человеку А в память о погибших И с почтением относится к генералу Власову Тому самому генералу Власову Который был захвачен немцами в плен В 1942 году возглавил русскую освободительную армию РОА И воевал до конца войны, до 1945 года На стороне нацистов, на стороне вермахта Пока не был захвачен снова же в плен Уже советскими войсками И позже был, естественно, казнен Интересно, что здесь до сих пор висит Не только американский флаг Но это такая честь Потому что вывешивать флаги другой страны Без американского Если это не дипломатическое учреждение Как бы не комильфо Здесь российский флаг И флаг андреевский Но это, в общем, не флаги нынешней России Потому что его из-за войны на Украине Давно бы уже сняли Здесь портрет генерала Власова Изменника Родины И вот эмблема русской освободительной армии И два флага Один это российский На самом деле это российский имперский Ну, почти имперский флаг Еще до революции Которым и вдохновились Которым и выступали в бои Все те, кто выступил на стороне нацистов А рядом андрейский флаг Это был флаг, который как свое знамя Взял комитет освобождения народов России Созданный, между прочим, всего лишь в 1944 году Под конец войны Когда нацисты поняли, что проигрыш близится Победа далеко И таким образом они наконец сдали реальную юридическую власть Всем перебегщикам русским на стороны нацистов Где и могли они С вдохновением и с надеждой на то, что они вернутся в Россию И возродят какое-то новое государство Победят коммунистов Памятник поставлен в 1967 году И, как вы понимаете Сооружен и поставлен бывшими солдатами освободительной армии Предателями России Советского Союза Ну, в общем, сторонниками Гитлера Павшим в борьбе за свободную Россию Так они называют тех самых людей Воевавшим в годы Великой Отечественной На стороне нацистов Под руководством генерала Васова Почему комитет освобождения народов России Был создан и одобрен Гиммлером Только в конце 44-го года Перед победой союзников Дело в том, что нацисты всячески не хотели вдохновлять каким-то образом И направлять в юридическом, так сказать, смысле Русских иммигрантов, воюющих против Советского Союза Потому что все славяне, как они считали Все-таки это как бы недолюди И их объединили в такую благословленную Гиммлером организацию Комитет освобождения народов России Только потому, что приближалось, естественно, поражение Кладбище на самом деле уникальное И по этим могилам можно просто изучать историю белой эмиграции в США и в Европе Бароны, баронессы, князня и княгини, кадеты, подпоручики, корнеты, харунжи, гардемарины По именам, титулам, званиям и эмбленумам на этих монументах Можно изучать историю белой эмиграции, белого движения История эта не ограничивается гражданской войной В России охватывает даже годы Второй мировой И параллельно советской эпохе простирается и до самых наших дней За моей спиной могила Одна из самых примечательных могил на этом кладбище Это, я бы сказал, целый ряд вот этих самых могил самых известных людей Любопытно, что этот человек, командир русского корпуса Анатолий, полковник Анатолий Иванович Рогожин Командир русского корпуса, в честь которого стоит вот эта вот часовня за моей спиной Он не только командир русского корпуса, но и бывший еще до гражданской войны Командир дивизиона конвоя собственного его императорского величества И после Второй мировой, после Великой Отечественной Стал председателем союза чинов русского корпуса Сам русский корпус, вот этот он, его эмблема Это эмблема, значок того самого конвоя Его величества императорского Они охраняли всю императорскую семью В основном состояли из казаков Такая традиция прожилась еще в начале 19 века А это эмблема, это значок, памятный значок К поселенцам лагеря Келиберг После войны Второй мировой Это там, где сидели военнопленные Самого, этого самого русского корпуса Здесь он похоронен вместе с женой Кто же такой все-таки этот был Анатолий Иванович Рогожин Командир русского корпуса, командир собственного его величества Конвоя и председатель союза чинов русского корпуса Так вот, в 1915-17 годах Рогожин, дослужившись до звания Сотника состояла в рядах конвоя Обеспечивая безопасность непосредственно императорской семьи После Октябрьской революции сражался в белой армии Руководя казачьими сотнями и дивизионами А затем вошел в личный конвой главнокомандующего генерала Врангеля После эвакуации врангелевских войск Как и многие белогвардейцы Осел с семьей в Югославии Где служил в пограничной страже В 1941 году, после оккупации Югославского королевства Неменскими войсками У полковника Рогожина начинаются славные дни Для борьбы на стороне вермахта с партизанами-коммунистами Тита Создан был русский корпус В который вошли белые эмигранты и пленные советские солдаты Здесь Анатолий Иванович, руководя несколькими батальонами Получил за боевые заслуги два немецких железных креста К осени 1944 года дела у немцев пошли совсем плохо Их отступление с Балкан прикрывал как раз русский корпус Прежде боровшийся лишь с югославскими партизанами А теперь вступивший в непосредственные бои с Красной Армией Впервые В начале 1941 года русский корпус влился в созданную генералом Власовым Русскую Освободительную Армию Ставь ее самой многочисленной белой эмигрантской единицей В мае полковник Рогожин возглавил русский корпус Ставь его последним командиром Он стал его главой Но уже 12 мая 1945 года Недобитые части сдались англичанам И так и не были выданы Советскому Союзу 1 мая, 1 ноября Рогожин официально распустил корпус Создав из его ветеранов Союз чинов русского корпуса Прямо рядом с могилой Рогожина И буквально напротив памятника генералу Власову Находится часовня, посвященная как раз русскому корпусу Которым последним в череде других начальников руководил сам Рогожин Часовня поставлена в 1962 году Еще до того памятника генералу Власову И посвящена всем участникам, всем солдатам русского корпуса И я думаю, одни из тех самых солдат эту часовню здесь и поставили Вот это эмблема русского корпуса Здесь отмечены годы войны, гражданской войны Когда еще кто-то принимал участие в тех боях до 1921 года И они же потом впоследствии эмигрировали в Европу И основали этот самый русский корпус Который с 1941 по 1945 и принимал участие И именно они и стали частью комитета освобождения народов России Вместе с русской освободительной армией Вообще туда вошли и казаки, и русский корпус И организация генерала Власова Мир праху верным сынам России Воинам русского корпуса и чинам союза русского корпуса На полях брани, павшим в мир скончавшимся Любопытно, что в эту часовню можно войти всем желающим Смотрите, здесь флаг Флаг русского корпуса Вот она, эмблема корпуса И это российский флаг Я думаю, это, конечно, не реликвия, а имитация Ну, как в обычной часовне Иконы, свечки И, конечно, пожертвования Любопытно, что прямо рядом с могилой полковника Рогожина Участника Второй мировой войны Находится могила баронессы Ольги Михайловны Врангель Которая является вдовой того самого главнокомандующего Южными войсками генерала-барона Врангеля Петра Врангеля Который погиб в Европе и похоронен сейчас в Сербии Как и многие бежавшие после революции из России И участники гражданской войны Все они поселились в Европе И кто-то остался в Германии, во Франции, на Балканах А потом уже многие из них переехали в США и в Латинскую Америку Как, например, эта самая вдова черного барона Врангеля Родившаяся в 1994 году в 1800 И скончавшаяся в 1968 году Вдова Врангеля здесь не единственная из семейства Врангелей Здесь рядом похоронена баронесса Екатерина Николаевна Врангель Урожденная графиня Ламсдорф Это нам говорит о том, что она была женой сына Врангеля А прямо рядом с этой могилой находится могила Алексея Юрьевича Базилевского Который был рожден в 1910 году Который был мужем дочери барона Врангеля Знаменитого Врангеля И здесь, как я понимаю Похоронена дочь, вероятнее всего, того самого Базилевского На самом деле, истории этих людей, которые захоронены на кладбище Новодивеевского монастыря Можно просто изучать, даже читая здесь же, на этом кладбище, статьи в Википедии Выясняется буквально за минуту, что Алексей Юрьевич Базилевский Он был мужем баронессы Натальи Петровны Рядом покоится Филипп Хиллс Который был мужем Елены Петровны Врангель Дочери Врангеля Рядом с ним захоронен барон Мейндор Федор Львович Который был, как я понимаю, мужем баронессы Елены Петровны Другой дочери барона Врангеля Вот такой ряд из пяти могил Которые все, так или иначе, принадлежат к семейству Врангелей Рядом с могилой Рогужина есть могила еще одного знатного деятеля Времен Гражданской войны Генерал, майор Владимир Григорьевич Харжевский Я изучил историю этого человека и она оказалась достаточно увлекательной Харжевский Владимир Григорьевич Участник знаменитого Дроздовского похода в феврале-апреле 2018 года Когда полковник Михаил Дроздовский, собрав добровольцев с румынского фронта Первой мировой Двинулся на дон для соединения с только что зародившейся добровольческой армией генерала Корнилова Пройдя тяжелые бои с красными и продемонстрировав отличные боевые навыки Высокий моральный дух, дроздовцы стали наиболее боеспособными частями в белой армии После смерти Михаила Дроздовского в 2019 году был организован второй офицерский стрелковый генерала Дроздовского полк Которым командовал полковник Владимир Харжевский В октябре 1920 года, получив в 28 лет за боевые заслуги звания генерал-майора, он возглавит Дроздовскую дивизию Но уже через месяц вместе с армией генерала Врангеля будет эвакуирован из Крыма в Константинополь А затем в Галлиполе, где начнется так называемое Галлиполийское сидение беженцев-белогвардейцев На памятнике генерала Харжевского вот эта эмблема, которая как раз является эмблемой Дроздовской дивизии Рядом с ним покоится жена Лидия Петровна Умерла в 1986 году До весны 1945 года Владимир Григорьевич проживал в Чехословакии, где руководил галлиполийским землячеством После немецкой оккупации в 1939 году от сотрудничества с нацистской Германией он уклонился и в ряды русской освободительной армии, в отличие от многих своих товарищей, вступать не стал В 1967 году, уже давно проживая в США, Харжевский возглавит Русский Общенно-Воинский Союз РОВС Именно эта организация была создана еще в 1924 году командующими Белой армией бароном Врангелем Он уже тогда был в эмиграции Позже эту организацию возглавили генерал Кутепов Он был похищен чекистской коммунистической советской разведкой Позже его заменил генерал Миллер, который также был похищен ОГПУ Но это было еще все до Второй мировой войны В те годы из членов того самого союза, давно зародившегося в Югославии, был создан тот самый русский корпус, который воевал на стороне нацистской Германии РОВС продолжает существовать и в наши дни, но уже базируется не за границей, а в России Со штыками на Зюганово они, конечно, не выходят Под ровную антироссийскую деятельность они тоже не ведут Например, в 2014 году чины Союза вместе с председателем Игорем Ивановым принимали участие в боях на востоке Украины В рядах ополчения Донецкой Народной Республики Позже глава РОВС занимал пост начальника политуправления штаба ДНР Гардемарин Глеб Семенович Зеленой Сначала рожден в 1904 году, погиб, ну, скончался в 1973 году Сначала мне казалось, что этот и Андрейский флаг здесь не просто так, а говорит о том, что Гардемарин Зеленой был членом комитета освобождения народов России Но такой информации в интернете я не нашел Оказывается, что этот Глеб Семенович Зеленой был совсем еще молодым, когда его застала революция Родился он в 1904 году, но он учился в кадетском корпусе по какой-то морской профессии Потому он и является Гардемарином Все они эмигрировали вместе с участниками добровольческой армии Южная из Крыма в Константинополь И в Безерту Безерта находится на другом берегу моря Это город в Тунисе, который на то время был французской колонией Именно там Гардемарин и окончил свой кадетское обучение Получил звание, видимо, Гардемарина в 1924 году После чего они эмигрировали с семьей во Францию Но во Франции его застигла Вторая мировая война Он, вероятно, уже стал настоящим французом и присоединился к французской армии В которой и принимал участие с нацистами Попал, как говорятся, ссылки в интернете в плен к немцам Но убит, расстрелян не был И в последующем после войны эмигрировал, как мы понимаем, в США Могила памятников с Андрейским флотом на самом деле здесь немало Например, вот это вот Сергей Владимирович Гладкий Рожденный был в 1886 году Поэтому к началу революции он уже был старшим лейтенантом Рядом тут еще один старший лейтенант российского императорского флота Как на памятнике и сказано Редактор субтитров А.Семкин Одна из самых знаменитых могил на этом Новодивейском кладбище Вот прямо находится на моей спиной И принаближат княжне Вере Константиновне и князю Георгию Константиновичу Оба императорской крови Князь Георгий и Вера были детьми великого князя Константина Константиновича Который, если я не ошибаюсь, был двоюродным братом Николая Второго А сами Георгий Константинович и Вера Константиновна Были, приходились правнюками еще Николаю Первому Григорий погиб от заболевания в 1938 году Еще в Европе, как понимаете, он умер не здесь А его останки, как я понимаю, перенесены на это кладбище А вот уже княжна Вера Константиновна Принцесса Вера Ов Раша Принцесса России В 2001 году И у обоих детей не было А рядом с могилой княгини и князя Находится еще одна С виду непримечательная Но могила известной женщины Графини Александры Львовны А Толстой, если возможно прочитать эту информацию на памятнике Блекла выглядит Родилась в 1984-м, в 1884-м Умерла в 1979-м Здесь же, в штате Нью-Йорк И была, как понимаете, дочерью самого Льва Толстого После жизни в Европе, как и многие другие белые иммигранты Она вскоре переехала в США И в 1939-м году основала, кстати, здесь, неподалеку, Толстовский фонд Я там был, там находится приют для стариков Там есть небольшая церковь И прочие учреждения Так вот, этот фонд помогал приезжим, эмигрировавшим из Европы Со всех частей мира Жителям русскоязычным Сохранять язык, веру Ну и, естественно, культуру Удивительно, кстати, что именно она в 60-е годы Помогала переезжать староверам на Аляску В тех деревнях, в которых я несколько лет назад был Потому что они были основаны не века назад А только лишь в 60-х годах прошлого века Так вот, она, в первую очередь, материально помогала им туда переехать Фонд, кстати, спонсировался многими известными нашими соотечественниками Которые жили уже здесь Например, самим Рахманиновым Который, по-моему, похоронен тоже Ну, совсем в другой части В другом городишке Тоже похоронен в Нью-Йорке На кладбище, в котором, для моего Мангелия, кстати, тоже был По всему кладбищу на памятниках достаточно известные дворянские фамилии Напустим, судя по всему, очень старый древний род Лопухиных И все они родились задолго до революции Сплошные баронессы, князья Если просто вооружиться энциклопедией какой-нибудь уникальной дворянской Или ходить с ноутбуком, подключенным к интернету Можно изучать историю каждого рода Представителя каждого рода, который похоронен на этом кладбище И провести здесь не дни, а даже недели Потому что могил здесь просто несметное количество Которые приближат к людям Которые, может быть, и не были знаменитыми и богатыми Потому что после революции изменилось в мире все Все те белые мигранты в Европе и США В большинстве своем оказались, ну как сказать, обычными работниками И даже проживали жизнь в нищете Вот одна еще могила известного рода багратионов Но сверху, вы видите, написано White House История такая Вот здесь находится Тамара White House Багратион Она была княгиней Багратиона Мухранской Это одна из ветвей большого рода багратионов Которые расплодились по всей Грузии И когда Грузия стала частью Российской империи Переехали уже из Кавказа в европейскую часть нового государства Так вот, Багратион Мухранская Сам, кстати, великий Багратион принадлежал к немножко другой ветве Багратионовской Но все они были князнями и многие были владельцами больших земель Это Тамара А это ее муж Норман Огден White House Он умер в 1977 году В Ньюпорте, как и Тамара Она в 1984 году Два этих человека встретились в 1919 году В Тифлисе, что было на тот момент столицей Грузии Туда приехал этот самый Норман Который стал мужем Тамары Он представлял американскую делегацию Которая занималась вместе с другими европейскими странами Как бы усмирением местных народов И пыталась решить развитие, ну что ли, движений революционных и антиреволюционных В то время как раз на Кавказе бушевало новое зарождающееся государство Которое называлось Горским Туда вошли представители всех кавказских народностей Но они были как и не за большевиков, так и не за белых Вот еще один участник Член конвоя, охранявшего императорскую семью Князь Мстислав Львович Голицын И его жена, княгиня Екатерина Романовна Голицына Здесь также есть эта самая эмблема Знак конвоя Это было очень почетно служить в этом конвое Туда набирались только казаки И тот самый знак, опять же, Килибергского сидения Пленных, военнопленных Русского, в первую очередь, корпуса К маю 1945 года Остатки белого русского корпуса Под руководством того самого Рогожина Были загнаны на территорию Хорватии Спасаясь от советского плена Командующий принял решение сдаться англичанам Которые перевезли части корпуса в Австрию Где был основан белый русский лагерь Килиберг Так началось второе Галиполи Галиполийское сидение было прежде такое Что такое Галиполи или Галиполийское сидение? Это когда в 1920 году Когда уже после неминуемого поражения в гражданской войне Войска добровольческой амии Бойска юга, белогвардейцы Передвинулись через Крым Знаменитый многотысячный поход Более сотни пароходов и прочих кораблей Передвинулись в Константинополь И после в Турцию И после их перенеселили в городок Галиполи Где они основали то самое так называемое Галиполийское сидение И прожили там, насколько я помню, примерно три года Там были бывшие военнослужащие Там были их семьи Там было целое маленькое государство в государстве Но прошло несколько дней И в конечном итоге Все они распределились едва ли не по всему свету Но естественно Передвинулись в первую очередь все в Европу Это в Югославию Это Сербия, что часть Югославского королевства На том нет была Передвинулись в Германию и Францию Но это уже другая история Мы сейчас говорим о Келиберском сидении Которая буквально повторяет историю Галиполийского сидения после Гражданской войны Это началось после Второй мировой войны И поэтому многие монументы Многие памятники на этом кладбище Носят тот самый знак памяти В честь того самого сидения Итак, Келиберское сидение Оно управлелось целые шесть лет Формально это был лагерь военнопленных Но солдаты русского корпуса Вовсе не испытывали такого давления со стороны англичан О котором можно было бы подумать В отношении приспешников нацизма Под началом Рогожина лагерь Келиберг вел к обычную гражданскую жизнь Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов даже публично осуждал британцев За такое снисходительное отношение к пособникам фашистов И безуспешно наставил на выдачу военнопленных Советскому Союзу А вышинский преемник Молотова Даже требовал казнить Рогожина Считается, что к келиберцам благосклонно относился английский офицер Куратор И в выдаче было отказано Так как белые эмигранты никогда на самом деле не являлись гражданами СССР Другая история с переданными Советскому Союзу Казаками казачьего стана Их всех передали и в большинстве казнили Почему казачий стан был передан? Примерно 20 тысяч человек были переданы Советскому Союзу Дело в том, что это все в основном Это были граждане Советского Союза Из-за оккупированной нацистами территории вокруг Дона Это историческая территория казачья Другое дело обстояло как раз с членами русского корпуса Которые все последние 25 лет жизни почти что Жили в Европе за пределами Советского Союза И гражданство Советского, конечно же, не могли иметь К концу 1951 года белый лагерь был расформирован А его пленные в основном эмигрировали в США И в Латинскую Америку так закончилась жизнь в Западной Австрии Шестилетнего лагеря военнопленных Келиберг Поэтому-то мы сейчас и видим так много, я думаю, этих могил Бывших на этом кладбище, бывших участников русского корпуса Да и прочих, наверное, формирований, воевавших на стороне нацистов Вот эта могила тоже любопытная, хоть и, наверное, мало кому известная Что-то такие Покровские Здесь похоронен Николай Георгиевич Капитан личной охраны генерала Власова Здесь даже эмблема русской освободительной армии Годы его жизни То есть этот человек, несомненно, гордится своим участием Своей боевым участием на стороне вермахта Вот так бывает Рядом похоронена его жена Кстати, умерла в 2016 году Долгая жизнь у этих людей была Карасик, кадет первого русского великого княза Константина Константиновича Кадетского корпуса Павел Александрович Хотя, смотрите, родился он в 1927 году А умер буквально меньше трех лет назад Родился он уже после не только революции, но и гражданской войны Кстати, я эту могилу видел пять лет назад И этот памятник точно такой же Абсолютно здесь стоял Было имя этого человека, но не было дат жизни Удивительно, что как люди готовятся к тому, чтобы попрощаться со своим мужем Отцом, дедушкой и прадедушкой Я так понимаю, что здесь могила заготовлена для его жены Которая пока что жива Но что это такое за учреждение Кадетский корпус, который был создан уже И которым учились люди уже после революции Создано оно было белоиммигрантами в 1920 году В сербском городе Белоцерква Для сохранения былых кадетских традиций императорской России То есть время-то уже было куда после революции Просуществовало это учреждение там аж до 1944 года Это годы Второй мировой При наступлении на Балканы Красной Армии Корпус был эвакуирован в Германию и Астрию Опять же по тем же самым причинам Что этих бы людей всех бы расстреляли как изменников родины То есть они все скорее всего поддерживали нацистскую Германию Многие из этих кадетов и выпускников училища В 1941 году присоединились как раз к русскому корпусу И сражались опять же в тех же самых рядах вермахта А рядом с могилой того самого Карасика Находится очень похожий монумент Другого выпускника кадетского корпуса Алексея Йордана Который вместе со своим отцом Как раз присоединились в 1941 году к русскому корпусу Он погиб, не погиб, он умер в 2002 году Родился в 1923 году А здесь еще не было в мой первый визит Его жены Мария Александровна Йордан Умерла в 1920 году Любопытно, что на другой стороне этого креста Как раз и фигурирует буквы Р и К Русский корпус Как на памятниках других захороненных здесь Участниках того самого русского корпуса Этот Алексей Йордан, может быть, и не заслужил отдельного упоминания в этом видео Если бы не его, еще живой, а здравствующий сын Борис Йордан, российский бизнесмен И, кстати, большой покровитель как раз кадетских училищ В России он был еще 20 лет назад достаточно известен Он в 2001-2003 годах возглавлял НТВ Телекомпанию НТВ и весь целиком Газпром Медиа Так вот, его отец похоронен здесь, в штате Нью-Йорк А в 1994 году здесь появился еще один монумент Памятник как раз от тех самых еще живых кадетов Которые стали этими самыми кадетами Отучились в училище в Сербии И после чего бежали в Австрию Спасаясь от неминуемого расстрела К советской армии Здесь сказано Кадетам на поле брани Живот свой положившим В смуте и убиенным В мире скончавшимся И славному прошлому Российских кадетских корпусов Здесь перечень Многочисленных кадетских Различных войск Корпусов Которые были еще, вероятно, основаны До Гражданской войны Долгое время у меня занял поиск могилы Вот этого человека Основываясь на фотографиях могилы Рядом с дорогой Здесь машины, это не меня выгоняет Здесь какие-то чистка Труп идет Так вот, этот Коверда Борис Сафронович Коверда Годы жизни 907 по 987 И его жена Так вот, Борис Коверда Стал известным Видимо, известным для всей истории на века И часто упоминается в списках Больших людей С большим именем Похороненных на этом самом кладбище Это тот самый человек Это тот самый человек, который в 1927 году Убил Петра Войкова Петр Войков известен тем, что принимал участие в расправе над Николаем II и его семьей на Урале в Екатеринбурге Говорят, что Петр Войков не стрелял непосредственно всю императорскую семью Таких подтверждений нет Но есть как бы якобы подтверждение, что он принимал решение о их именно казни Он входил в тот самый совет, который вынес такое решение Так вот, Борис Коверда Уже очевидно был белым мигрантом Был ярым монархистом И православным человеком Он решил отомстить Петру Войкову За убийство императорской семьи И в 1927 году Он его И застрелил Петр Войков был одним из первых дипломатов Советского Союза И являлся послом СССР в тогда еще независимой Польше Как и судьбы многих людей, которые здесь захоронены Они всегда переплетаются Если проследить историю каждого человека То покажется, что где-то они не только могли встречаться В них даже течет похожая или даже одна кровь Так вот, сам Коверда был, служил, учился точнее В том же самом кадетском корпусе в Белой Церкви в Сербии И как только, естественно, наступила Красная Армия под конец войны Он также бежал в Европу Ну и, как мы понимаем, оказался он уже в США, в Нью-Йорке Любопытно, что убийца Петра Войкова Войкова, кстати, именем его названа станция метро в Москве Войковской Которую так и не переименовали И вроде как не собираются Так вот, именно Коверде посвятил стихотворение Еще один белый эмигрант Известный поэт Константин Бальмонт И написал И да запомнить все В ком есть любовь к родимой Честь во взгляде Отомстили попранную честь Борцы Коверда и Конраде Субтитры создавал DimaTorzok Специального разрешения быть похороненным на этом самом большом, крупнейшем погосте русском в США не нужно Место купить можно за 5000 долларов Чуть меньше обойдутся погребальные услуги Но обязательные требования Христианская вера и памятник Центральной частью которого должен быть крест Вы это видели на каждой из могил В начале 2018 года здесь торжественно открыли небольшой памятник преподобному Серафиму Саровскому Вот он Так отметили 11-ю годовщину объединения РПЦ и РПЦЗ С речью выступил и генеральный консул здесь в Нью-Йорке Любопытно, что все это происходило с участием большого российского дипломата Среди монументов и памятников даже посвященных коллаборационистам и предателям Родины Ну, пускай это и был Советский Союз, но все-таки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому